60 уровень и пришла к нам сакралка ну же эпик еще один ловец всем привет рейдеры и добро пожаловать на борт с вами капитан песик остановились мы на миссии где нам надо пройти 10 раз цитадель духа 15 уровень в режиме автобоя и соответственно нафармить еще зеленой краски будь она не ладно 10 раз пройдено забираем войд осколок и конечно же конечно же мы его откроем потому что нам надо будет скоро войд героя прокачать на 60 и кто же это это искуситель проведи развитие героя духа до 6 уровня друзья все герои которых вы развивали ранее они не будут засчитываться я об этом говорил заранее именно поэтому я оставил свою лисандру не докрашивал ей последнюю звезду и мне заново не надо выкачивать героя духа для того чтобы выполнить эту миссию забираем награду и дальше отправляемся на цитадель магии ой 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 аутар вот такой вот щит украл друзья наступила суббота и мы сейчас цитадели магии 15 уровень ведь и какой огромный щит просто стрел аутар еще вот не дошел до мадам сериса и собственно с первого скилла удалось стрит именно щит ну соответственно цитадель магии с помощью таких героев которые снимают читы снимают все бафы на цели проходится изи забираем награду 10 раз будет осколок откроем конечно же откроем вот осколок поехали и рарка рива глаз ну неплохо неплохая рарка далее нам надо покрасить одного героя именно провести развитие героя магии до 6 уровня и опять же друзья вот у меня ранее специально заготовленный элитный гвардеец красим ему шестую звезду выполняем миссию соответственно так собираем еще 100 рубинов и уже нам надо ждать пока откроется цитадель силы и вот наконец-то пятница наступает открывается долгожданная цитадель силы все это время я выфармливал таланты на всех своих выкачанных шестерок и вот наконец-таки дальше мы можем двигаться по миссиям 15 уровень цитадели силы проходится относительно быстро вот таким составом 10 раз проходим забираем войд осколок войд осколок конечно же мы открываем вот у нас сегодня как раз и новое слияние включили делать я его не буду и везде я выпадает нам герой на слияние ну неплохой танк можно использовать на подземельях можно качать можно даже использовать на арене в максимальной меткости и скорости хороший войд эпик также развиваем героя силы специальные для это оставил визию но у меня еще и разный есть не покрашенный и и выполняем следующую миссию проведи развитие героя силы до 6 уровня еще 100 рубинов вот уже мы накопили хорошее количество рубинов возможно будем тратить на энергию возможно будем покупать осколки под x2 и теперь нам надо ждать воскресенье наступило долгожданное воскресенье я полностью доапал разы на два таланта еще взял с нуля полностью пропал таланты лекарю и вот частично выборочно апнул таланты ловцу пока что я на этом остановлюсь отправляемся на цитадель тьмы вот такой командой мы сюда ходим опять же лисандра решает здесь у нас все штрафы нужные есть мы взяли с собой люцию как массу q для того чтобы быстро проходить волны очень плохо что у меня нет книжек пока что эпических чтобы полностью апнуть а откаты мадам серис дело бы пошло быстрее ну и так в принципе особо не жалуюсь вот у нас принципе за минуту должен должен упасть этот босс мы постоянно сокращаем полоску хода накладывает на его тот же самый штраф защиты элитный гвардеец очень полезный герой в принципе также штраф скорости он накладывает большой поэтому не забывайте этому герою делать и меткость до 53 секунд даже лучшее время удалось показать 10 раз проходим цитадель сил цитадель тьмы в режиме автобоя и забираем войд осколок конечно же конечно же под x2 мы его откроем ну же лего приди что же ветеран некоторые его используют в качестве штрафа атаки на клан босса в принципе неплохая рарка провести развитие герои тьмы до 6 уровня у меня есть два войд героя но они уже выкрашены мадам серис поторопился ее покрасить потому что у меня было знамя на меткость ну и людоеда я покрасил в принципе самом начале на колда у меня тоже была покрашена потому что опять же без меткости она никуда не годится надеялся я на последний войд осколок также из войд эпиков у меня есть виспер который я не собираюсь качать есть также пророчица очень хороший войд эпик но в мою команду она пока что никак не вписывается и я решил прокачать на 6 звезд и покрасить ревогласа не просто так и потому что планирую его использовать как танка на 4 укуса как говорится на 17 паучихе что выбрать ее на автобое конечно заранее для того чтобы не стопориться на этой миссии я подготовил корм для ревогласа вот у меня еще две курочки лежит одна была получена в турнире одна за события а по им ревогласа на 6 звезду и сразу же его развиваем так миссия выполнена выбираем еще 100 рубинов и дальше уже будет череда так скажем быстро миссий открытие талант 6 уровня для 5 героев есть пять героев у меня уже с полной амуниции кольца амулета и знамени и золотой лиги 4 мы уже давно сидим и теперь нам надо улучшить бонус большого зала до 10 уровня вот у меня уже 9 есть даже скопилось большое количество медалек развиваем до 10 уровня миссия выполнена еще набираем забираем энергию и теперь нам нужно нанести 39 миллионов по адскому клан боссу каждый день я забираю награды за посещение в том числе и мешочек за 180 минут обычно даже оставляя открытое окно в онлайне чтобы потом прийти все это дело забрать и вот со вчерашнего дня я специально не забирал бустер опыта так как ждал большого прихода энергии забираем недельную награду и соответственно еще и дневную награду за сегодня и вот уже у нас 800 энергии здесь еще пару баночек есть и конечно же мы отправляемся качать корм я все же придерживаюсь старой стратегии потому что героев у нас еще много в частности 2 которых по-любому мне надо апать на 6 звезд это супер крутой эпик который поможет на паучихе опять же я его собираюсь оставить свою пачку на клон босса который не будет выглядеть таким образом тайрул будет у нас лидерах разы на череполом ирине и аутар и буду уже собирать пачку на адского клан босса что касается моего анкила поступали такие комментарии на прошлое в прошлой части что у тебя есть людоед плюс мученица анкил пока что я вижу эту идею не целесообразной потому что у меня просто напросто не хватит шмоток для того чтобы поднять эту бешеную сумасшедшую скорость которая нужна для данного анкила урон по адскому клан боссу пока что оставляет желать лучшего вот 30 лямов мы нанесли за три ключа ну еще один ключик и добьем эту миссию за четвертый ключ удалось нанести 12 лямов урон варьируется от того сколько раз прокнула вармастер и гроза великанов у героев соответственно забираем награду 12 шмоток выпадает по 6 шмоток из сета беспощадности и сета бессмертия но здесь некоторые шмотки новые я еще не чекал склон босса что же давайте посмотрим ботинки мы оставляем на скорость может быть оставить одни ботинки на атаку процента допустим если у вас есть какая-нибудь синеша венциносная и длиннооборот ланакис броню на защиту мы продаем перчатки на атаку в принципе можно оставить вдруг будет какой-нибудь лорд шазар здесь мы смотрим верхнем обвесе уже дополнительными параметрами мы ищем конкретно крит шанс потому что на этом этапе игры мы одеваем уже перчатки на крит урон и в дополнительных параметрах ищем только лишь крит шанс поэтому вот все эти шмотки уходят на продажу опять же вот ботинки на скорость мы оставляем но это видимо упали ботинки в прошлый раз клон босса потому что они вот не эпические ботинки на атаку продава продаем неплохая броня на здоровье процент может пригодиться перчатки на крит шанса ставим на защиту конечно оставляем на атаку можно смело продавать эти вещи прошлый раз упали с кб так здесь скорость сопротивления здоровья не процентная ну ладно пусть лежит здесь опять же здоровье есть сопротивление может быть пригодится вообще в таком с этим очень важны параметры здоровья защиты процентной скорости может быть меткости поэтому вот такие шмотки мы оставляем легендарная вещь а есть сопротивление здоровья может быть пригодится и вот здесь меткость здоровья оставляем пассивное участие в новом турнире дает нам 25 плюс 50 рубинов мелочь но приятно далее по миссия мы отправляемся на плато ледяного голема 17 уровень здесь очень конечно же очень круто заходит людоед одел я своего лекаря в 12 шмот под заточил массовый штраф атаки очень помогает на всех подземельях на 15 плюс где есть волны потому что здесь уже мы бы очень больно бьют и я здесь ставлю люцию несмотря на то что она антистихия шанс слабого удара 35 процентов но у нас теперь есть хиллер команде и нам это не страшно до миньоны на големе войдовские и они очень жирные и надо их как-то убивать мадам мадам что с тобой да как видите что здесь убивает миньонов люция очень хорошо даже и здесь за счет лидерки на скорость опять же наши герои ходят часто сам ледяной голем под штрафом атаки практически не наносит урона здесь у нас еще мадам накидывает на него штраф защиты и убиваем мы его посредством как раз таки вармастера грозы великанов да это долго но опять же здесь нашей команде ничего не грозит потому что у нас очень быстрая тима быстрый хиллер и мы здесь долго но уверенно проходим ледяного голема 10 раз проходим забираем еще 125 рубинов и теперь логово дракона 17 дракон уже проходится изи достаточно быстро и опять же у нас здесь есть ядовик хороших на самого дракона есть герой бьющий от максимального здоровья также есть массовый штраф атаки на друзья обязательно ставьте штраф атаки на мобах подземелья где есть волны потому что мог бы здесь очень больно бьют ну если же конечно у вас нет каких-то сейверов типа страха люда или каких-то героев с массовым бафом защиты в общем если вас мог бы убивает обязательно вашу команду ставьте штраф атаки также заходят на волны герои с контролем с массовой заморозкой с оглушением типа шире майны гуркота потеряли мы по пути элитного гвардейца даже под штрафом атаки мы бы его пробили но здесь даже если по один аутар дошел он бы в соло убил спокойно дракона ядами потому что он у нас очень жирный скоростной при этом заточен через вармастер как видите дракон под штрафом атаки практически не дамажит ядов на нем очень много лучше всего из легендарных героев из ядовиков она дракона все-таки заходит зави вот как разки здесь на драконе ее взрыв ядов очень хорошо работает в отличие от клан босса и принципе очень даже быстро мы даже рекорд умудрились поставить проходим 17 дракона 10 раз и забираем 125 рубинов прокачка лекаря по талантам сильно поправила ситуацию на лавом рыцаре качается он конечно же через грозу великанов и отдел я на него можно сказать солянку в идеале лекарь одевается конечно по-другому ну я одевал героя по параметрам ботинки на скорость броню на здоровье поставил процент перчатки все-таки поставил на крит шанс потому что лекарь со своего хила может критануть ну и опять же получился сет скорости допы на скорость есть верхний обвес получился сет бессмертия с хорошими допами на скорость и шлем я поставил опять же с нужными параметрами крит шанс скорость здоровья процент бижутерии пока что на него адекватно нет ну в идеале конечно лекарь одевается в три сета скорости здесь здоровье защита процент перчатки тоже здоровье защита процент а уже дополнительными параметрами стараться набрать определенный крит шанс и конечно же да в идеале лекарь должен быть очень скоростной при этом очень хороший по защите и здоровью ну и как неплохо было бы поднять ему еще крит шанс до этого 17 лаву пройти не получалось ну теперь она проходится без проблем и без фейлов на автобои да здесь опять же у нас есть контратака у нас есть хс у нас есть много сокращений полоски хода у нас опять же хс к будет сокращать александра будет сокращать герои под штрафом атаки нам практически не будут наносить урона и мы долго но уверенно без проблем доберемся до лавы и вот как вы видите мы с full хп доходим до лавы лекарь здесь работает хорошо и теперь наша задача открыть щит соответственно у нас здесь будет несколько сокращений у нас здесь будет контрат до лавы рыцарь будет пробивать больно но когда мадам серис наложит на него штраф атаки он практически не будет наносить дамага видите череполом здесь отлично танкует лекарь его сейчас будет выхиливать чит уже открыт ну и теперь задача наложить на него дебафы здесь у нас хс к накладывает штраф лечения сокращает полоску хода также вот если у вас нет хс к вы можете делать меткость череполому если он у вас есть и соответственно он тоже будет накладывать хоть и 50 процентный но этот штраф лечения тоже здесь будет помогать с одета в саду входа и подевал ее прежде всего по параметрам сейчас я его на ее вам покажу и соответственно увидите дебафа лежат штраф атаки штраф защиты лежит штраф защиты повышаем урон от грозы великанов от вармастера и под штрафом атаки вот как видите несмотря на то что у нас нет счета от череполома нам сам босс практически не наносит урона среднем за четыре с половиной минуты мы закрываем 17 лаву проходим 10 раз в режиме автобоя и забираем награду вот так вот на данный момент выглядит моя хс конечно же она далека от идеала гайд по хс к лежит на канале ботинки на скорость броня на защиту процент перчатки на крит урон допами я уже добирал нужны для нее параметры по талантам она конечно же прокачана через крушитель шлемов для нанесения дополнительного урона за счет игнора защиты бижутерия у нее стоит на выживаемость то есть кольцо стоит на здоровье амулет конечно же надо ставить на крит урон но его пока что нет но здесь неплохо прокнул крит урон 15 процентов знамя на меткость и конечно самые важные для нее параметры это скорости меткость меткости на 20 данжи надо делать 180 плюс желательно 200 крит шанса больше 70 процентов делать бессмысленно и как можно больше надо делать крит урона и конечно же надо подумать хс такие параметры как защиты и здоровье потому что несмотря на то что у нее урон зависит от максимально здоровье и атаки хс к сама по себе очень очень ватная и ей надо подымать выживаемость потому что вот этот урон будет прежде всего скалироваться именно от максимального здоровья если вы оденете броню на атаку процент она у вас будет падать и соответственно дамага от максимального здоровья сильно отличаться не будет отправляемся бить 17 паука вот такой командой несмотря на то что есть у нас элитный гвардеец одетом не соответствующие принципе как все герои здесь мне пришлось раздеть своего ловца для того чтобы делать хорошую скорость и доеда и здесь есть одна особенность пачка с людоедом после того как наложил штраф атаки на паучков обязательно надо поставить курсор на паучиху для того чтобы он по кд вот как раз и воровал полоску хода если же на одном хотя бы из паучков не будет висеть штраф атаки у нас не будет курсора людоед будет раз приходится авто атаки как вы видите что здесь у нас разом поставлен естественно для штрафа защиты и штрафа слабости тем самым мы увеличиваем урон от вармастера от грозы великанов ну и конечно же колдам пробивает очень сильно и если бы здесь опять же на хс стояла бы броня на атаку процент то весь фокус от паучков шел бы именно в нашу хс а у нас при этом танкует разом и вот эти как он с эти вампиризма отхиливается когда вылетает гроза великанов обычно здесь разом дохнет но пачка проходит примерно с шансом 30 процентов но все очень много зависит от того момента прокнет на ли гроза великанов разно успеет ли он отхилиться потому что когда у нас дохнет разом сразу же вот как видите паучки начинают убить именно хс посмотрим сейчас вот не успевает нас ходить паучиха ни разу и да вот уже людоед наложил неуязвимость поиска не умрет она должна успеть еще раз походить и даже есть она не успеет походить можно добить паучиху естественно за счет вар мастера и грозы великанов ну на этот раз нам удалось пройти паучиху на авто и это был последний раз 10 забираем еще 125 рубина и ура наконец-то 17 данжи пройдены далее самое сложное 20 данжи не уже надо будет готовиться кардинально и переодевать много героев друзья возможно вам покажется что все достаточно легко и просто но за этим стоит куча потраченной энергии на тесты куча времени опять же вот тот же самый нюанс а если по нас людоед был в клан босс нам обвесив с эти вампиризма он бы не успевал накладывать а свой неуяз вовремя и соответственно наша пачка умирала и до этого вот у меня разом был одета в перчатке точеные на 16 соответственно у него было слишком много защиты и поэтому как раз таки паучки грызли нашу хс q поэтому пробуйте разные вариации анализируйте ситуации и уже с учетом этого надевайте ваших героев и давайте напоследок сходим на арену посмотрим как обстоят дела в золоте 4 команды здесь уже достаточно мощные и давайте будем выбирать таких не слабых противников нас герои одеты по параметрам правильно вот здесь вот лови ловец когда я вижу противоположного ловца я специально выбиваю баф защиты для того чтобы он больше не вылетел и соответственно уже потом включаю на авто и вот такие вот команды несмотря на то что у них состав героев поинтереснее не отлетают на турменов естественно я не нападаю ну а на остальных противников принципе нападаем и вот тоже опять же команда за гаргарабом здесь в принципе неплохой состав ну очень-очень слабая по скорости шеримайна здесь если вы ставите шеримайну обязательно делайте им максимальную скорость и и конечно же меткость чтобы она у вас выступала вместо заливщика на рот из здесь один уже ничего не сделает тем более мы его подконтролили и вот такие пачки опять же побеждаем он тоже интересная пачка с принц камерам но 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 друзья нет залива и здесь как бы принц камер идет в качестве залива по идее но он здесь опять же очень малой скорости мы его подагрим дадим штрафы и вот так вот останется уже два героя которых мы убьем на фаталиста вместе с насилом очень жирные герои но они нам уже собственно ничего не сделает у них нет дамага фаталиста опять же можно ставить в принципе абсолютно везде очень хороший герой на военных фракций очень хорошо помогает во всех подземках и где допустим на тех же цитаделях краски для накладывается очень много дебафов и поэтому ты на сила тоже можно кстати качать героя можно даже использовать на клан боссе и если вы качаете ты на сила на 60 обязательно вливайте ему книги чтобы сделать перезарядку бафа защиты соответственно мы его можем использовать и на клан боссе друзья надеюсь вам было интересно ставим лайки подписываемся с вами был капитан песик всем пока а